перед вами байдарка века двойка габарит упаковки этой лодки длина 80 ширина 50 высота 37 сантиметров вес этой лодки без деки без насоса но в упаковке по 17 килограмм байдарка упакована в очень удобную упаковку главное прочную имеющую лямки для переноса которые при необходимости можно отсоединить упаковка имеет большие размеры чем сама лодка там сделаны специальные утяжки внутри которые позволяют снизить габариты упакованной лодки но при необходимости туда можно положить разборные весла насос ремнобор съемную деку и другие подобные вещи в базовом исполнении эта лодка делается из ткани плотностью 750 грамм на квадратный метр для коммерческого использования можно сделать лодку из более плотной ткани за 1000 грамм на квадратный метр при этом вес этой лодки увеличится примерно до 22 килограмм габариты этой лодки двойки длина 460 сантиметров ширина 92 сантиметра ширина кокпита 42 сантиметра глубина кокпита достаточно большая для надувных лодок она составляет около 30 сантиметров при таких габаритах и такой большой объем кокпита достигается только за счет того что баллоны профилированные байдарки установлены два сидения надувных которые легко снимаются с помощью устанавливаются с помощью карабинов и внизу на липучки небольших пределах это сидение можно сдвигать вперед или назад также имеется коленные упоры широкая стропа надежные не отрываются имеется леер страховочный с помощью которого можно за лодку держаться в случае чего и на деке установлены резинки куда можно положить какие-то вещи установлен водоотбойник который не позволяет воде стекать в кокпит кроме леера имеется ручка для переноса на носу и на корме лодку можно изготовить из материалов разных цветов которые сделают вашу лодку либо яркой выделяющиеся либо наоборот менее заметный лодка имеет следующие особенности первое надувное дно расположено ниже надувных баллонов это дает следующее преимущество водоисмещающая часть лодки прежде всего получается за счет дна поэтому при небольшой загрузке лодка имеет относительное удлинение достаточно значительное которое увеличивает ее скорость при увеличении загрузки ширина тоже увеличивается но гораздо меньшей степени чем если бы дно было вровень с баллонами поэтому скорость у этой лодки за счет такого дна повышенная кроме того в ней установлен штейн пластиковый который вклеен он несъемный такое положение дна позволяет создать переход от штейн я к баллонам и дну очень плавно сделать этот переход такая плавность создает возможности для опять-таки повышение скорости поскольку доступ к любым надувным элементам не затруднен то ремонтопригодность этой лодки очень хорошие с использованием ведущего в комплект ремнобора прилагается инструкция по ремонту и при необходимости легко отремонтировать в любых полевых условиях лодка не имеет жесткого каркаса все элементы надувные кроме двух пластиковых штевни которые можно вот посмотреть как они там устроены как они вклеены они не с ним не снимаются не подвержены ржавчины можно использовать лодку на море не бояться соленой воды при этом я не надо после этого промывать пресной водой как это необходимо случае если имеется металлический каркас заказывайте новую лодку тайм-триал вега присылайте свои идеи пожелания по модернизации этой лодки